доброго дня давайте проверим что у нас со связи пожалуйста те люди которые сейчас уже вышли и ведет стрим сообщите какие насколько слышно хорошо пожалуйста напишите насколько слышно поставьте плюс или числами доброго дня еще раз будь ласка хлопцы девчата кто уже подключился прошу написать как слышно как со связью со связью добрый доброго дня сейчас проверим еще раз и начнем ну что сегодня отправился в гости к своему другу к обзуму еще один упырь донецкого разлива захарченко то есть информацию о том что он взорвался в донецке возле ресторана с красноречивым названием сепар подтвердила только что и служба безпеки украины и уже успела российская федерация мзс обвинить украину в убийстве захарченко ну у нас тоже скажем так большое количество фриков отреагировала на эту новость нормальные люди радуются потому что захарченко он не просто враг это человек который непосредственно ассоциируется с издевательствами нашими пленными с помните с издевательствами до украинскими офицерами это символ орков но африки высказывают разные версии например уже ведомый вам гений креатива киева сообщил что это уже по плану авакова кого-то убирают и прочее прочее давайте наверно с этого начнем и проанализируем что мы об этом знаем можно сейчас гадать на кофейной гуще но давайте вместе просто соберем все факты воедино и да я абсолютно с вами согласен то что вы пишете земля стекловатую хор имени александрова вместе с теми кто убивал наших войсковых пытал издевался над украиной на донбассе на том свете растет первое это не первая смерть отправились на тот свет гиви моторола разные бэтмены разные я уже даже сам и не помню их прозвищ но последние два человека которые являлись некоторыми символами днр и лнр являлись захарченко и плотницкий подписанты протоколов минских захара плотницкий сбежал и залег на дно больше чем полгода назад последний остался захарченко теперь давайте посмотрим что после этого произошло сейчас нет ни одного человека который являлся бы для населения украины символом зверств и дикости лидеров пророссийских наемников на донбассе вот подумайте сами сами себя спросите а кого вы сейчас знаете из так называемых боевиков гиви моторола гиркин сбежал да еще раньше все там еще подтверждается информация сейчас проверяют там еще говорят что возможно и ташкент но он ее так мало знали в общем то поэтому сейчас никаких символов боевиков на донбассе не осталось осталась серая масса которая как вы знаете у нас периодически всплывает по программе тебя ждут дома либо как им говорят они только стояли на блокпостах сейчас у нас действуют минские соглашения которые не легитимизированы нашим парламентом я например как народный депутат за них не голосовал я еще раз согласен с вами я тоже рад потому что но это знаете кто бы не являлся заказчиком кто бы не являлся автором этого сценария это воспринимается как в общем-то божье наказание я разделяю очень-то ваши чувства но давайте с вами вспомним что украина все-таки под ударом вспомним что украина до сих пор не куда от путин от нее не делся и нужно просто подумать что нас ждет дальше тем более что сегодня последний день более-менее спокойного лета дальше начинается осень никуда не делась внешняя агрессия и у нас остались президентские выборы а это очень очень будет бурно все проходить так вот у нас действуют минские соглашения де-факто которые заключал захарченко плотницкий они там не подписывались подписались внизу но тем не менее кучма от украины дальше там от россии по моему посол подписывал первые минские соглашения но россия там как наблюдатель вроде и одним из пунктов минских соглашений является амнистия всех тех кто убивал наших войсковых если вы помните сразу же после первых минских соглашений после лавайска после котла было проведено заседание парламента где при выключенном табло при отключенном полностью экране то есть не транслировали это все проголосовали за особый статус донбасса закон про особый статус фактически донецкой луганской области и на прошлом году его продлили и у нас пятнадцатом году по моему сегодня если я не ошибаюсь были попытка внести изменения в конституцию украины в парламенте которые закончились тем что туда попытались пропихнуть особый статус донбасса кинули гранату здесь под парламентом и это все было сорвано то есть власти испугались возможной реакции народа что являлось основном разожжающим фактором перед людьми это то что вчерашние убийцы наших висковых люди которые один из которых сегодня отправился к обзону гости они уйдут от наказания и это вызывало эмоциональную реакцию сейчас ни одного из раздражителей на донбассе известным украинскому народу не осталось и сейчас будут использоваться эти события для того чтобы начать двигаться по минским соглашением договариваться с теми кто остался то это будет плюсом к этой версии тогда это будет попытка возвратить донбасс ну я так думаю что вы понимаете что россия никуда не денется и перед выборами это будет такое достаточно циничное шоу но мы не знаем что будет это одна из этих версий я знаю одно вот сейчас замечательные варианты наступления наших войск потому что они сейчас деморализованы но я не думаю что кто-то этим будет заниматься еще раз я всех поздравляю с тем что палач украинцев на донбассе отправился к своим дружкам если вы помните это все не ограничивается гиви моторолой не ограничивается захарченко был еще в харьковской области бывший главный тетушка я уж не помню как его там забывается все эти фамилии которые тоже взорвали возле ресторана и кстати вот обратите внимание кто остался вместо плотницкого пример остался вместо плотницкого некий корнет в так называемый лнр на оккупированных территориях у корнета ну если люди вспоминать кто это что он сделал он не вызывает раздражение хотя это такая же тварь как и в общем то все остальные его дочка спокойно учится в харькове на украинского прокурора я думаю вы сами понимаете что за ту версию которая скажем так напрашивается что это расчистка пути для выборов очень многое говорить но в любом случае хотелось бы чтобы все что не происходило было на благо украины а на благо украины сейчас это сообщение давайте поговорим те кто хотел поговорить про захарченко все можете отключаться эти радоваться самостоятельно я сейчас хочу поговорить о немножко других вещах подвести итоги недели посмотреть что нас ждет дальше потому что завтра не только у нас 1 сентября я же не путаю ничего за то нас 1 сентября значит и у нас еще начинается по сути новый политический сезон который перед дверье выборов во время войны будет еще тем на этой неделе у нас годовщина иловайской трагедии на этой неделе у нас сообщение о том что планируется динонсация угоды с россией про спевпрацию на этой неделе у нас отказ в динонсации угоды с россией по выкрестанию азовского моря совместно и никуда не делась проблема по азовскому морю и наоборот госдеп заявлял о том что предупреждает россию по этому поводу дальше сообщение которое в общем то должно отрезвить тех людей которые считают что у нас государство воюет с россией что то что говорят по телевизору это правда я считаю что воюет с россией у нас те семьи которые посылают своих хлопцев на передовую которые являются волонтерами державная служба статистики поведомила про то что российская федерация стала основным спонсором основным инвестором в украинскую экономику то есть еще раз во время войны основным инвестором в украинскую экономику у нас остается страна-агрессор значит вид загальных инвестиций 35% рф и 70 инвестиций вложено в банковскую финансовую сферу в украине до сих продолжают працюваты российские банки выродниц это инший бизнес кстати там я помню кто-то блокировать российские банки собирался так видимо уже про это забыли я считаю что если нас идет война то российский бизнес должен быть национализирован и причем попасть не олигархом а пойти людям пойти прежде всего в семьям наших войсковых погибших войсковых потом я думаю что должны пойти на повышение социальных стандартов нечего когда страна россия пытается уничтожить украину заниматься либерализмом значит президент у нас подяковал за санкции сша которое ввело новые санкции по отношению к россии то есть мы с ними торгуем мы берем их инвестиции а дякую увидите за это американцев порошенко у нас выбочился за то сказал что то что он заявлял что а то на самом деле должно длиться часы это было помилково извинился за это хотя на самом деле мы все понимаем что предвыборные извинения как и предвыборное обещание это вещь специфическая что еще у нас министерство энергетики подрувало оккупантам 500 миллионов гривен это региональная электричные мережи за килька месяцев продали на полной территории электроэнергию на 447 миллионов гривен помер сенатор маккейн и вот две вещи которые три вещи которые радостные упыри отправляются на тот свет ну а наши хлопцы которые очень симпатизировали украины сенатор маккейн это не считать героя украинского народа к сожалению тоже ушел из жизни и вот такая двойственное событие упыри погибают захарченко кобзон маккейн к сожалению тот человек который был героем для народа сша и нашим большим другом умирает медведчук покупает 112 канал это все на этой неделе берет мураев в скажем так управление канал не зван растет у нас доллар хотя никакой блокады нет но доллар растет потому что в печатается станок включим включен станок перед выборами поэтому девальвация ну и если нам полностью подвести итоги то реальная реальная ситуация существует и виртуальность в реальной ситуации растут инвестиции российской федерации нашу экономику российские олигархи и агенты кремля такие как прежде всего портнов и медведчук скупают средства массовой информации которые в время войны является прямым оружием против украинского народа продолжается торговля с оккупантом и наши власти никак на это не реагируют продолжается развиваться кризис в азовском море на который тоже нет особо реакции если вы помните пока народ не раскачался не начал требовать чтобы были приведены были какие-то меры приняты в общем-то рассказывали нам что как по деловайскому что в общем-то ничего страшного не происходит идут предвыборные заявления точно четвертый год войны нас пытаются удивить тем что мы сейчас денонсируем договор о дружбе с российской федерацией хотя опять же торговли и инвестиции остаются ну и прошла речница и лавайской трагедии которую сейчас очень цинично пытается авторы этого котла уйти от ответственности если вы помните и лавайская трагедия в чем там смысл там не в том смысл что кто-то пошел в лавайск и там попал засаду это все очень упрощенное понимание которое внушают людям я знаю что большая часть из вас прекрасно это помнит но для тех кто не помнит 18 числа был взят и лавайск половина города 19 числа 20 числа 21 числа 22 числа не шли бои во второй части города не подкрепление не давали нашим войскам не давали команды на отход 23 числа нам сообщили что российская федерация их танки перешли границу 23 24 25 колонны беспрепятственно российских войск шли к лавайску в конце уже кричали и журналисты и висковые о том что нужно принимать какие-то меры нашла подготовка к параду шла подготовка к обмыванию новых звезд орденов и никакой помощи было не дано апофеозом всего этого явилось то что 28 числа у нас вышли люди в киеве под администрацию президента под генштаб и опять их обманули сказав что помощь идет а 29 числа начальник генерального штаба муженко связался с заместителем начальником генерального штаба россии богдановским и договорился о том что будут наши войска выходить через так называемый зеленый коридор сообщили договорились о месте прохода времени и представьте как во время там войны например всеми же фашистами или там например гитлер там в токсе например во францию или там еще куда то а в это время договариваются генерал о том кто где будет выходить и когда наши войска выходили их просто расстреляли в зеленом коридоре часть пробилась часть дала в плен и ровно через четыре дня через пять дней заключили минские соглашения по которым приняли все хотелки путина и тут вопрос возникает именно то о том кто будет отвечать кроме российских убийц до которых мы сейчас не достанем потому что генерал богдановский которым определялось обвинение все заявляли прокуратура что виноваты россияне только он спокойно ездит по европе никто его не трогает и все эти заявления только потрясание кулачками внутри нашей страны а кто выставил наших хлопцах висковых как в тире перед российскими оккупантами и на эти вопросы уже даны ответы первая следственная комиссия верховной рады которая четко заявила предыдущего созыва что виноваты неадекватные действия начальника штаба муженко гильотея министра обороны и роль верховного главного командующего порошенко тоже было названо после этого следствие вела генеральная прокуратура главная военная прокуратура в ее составе сначала она вела следствие по возможным возможному скажем так служебным преступлениям высшего командного состава а потом переключилась полностью на поиск виновных только среди россиян и в итоге год назад обнародовала полностью всю информацию генеральная прокуратура там четко было сообщено что разработано было план операции штабом а то начальник штаба это генерал назаров тот человек который делал план но которого сейчас обвинили и идет апелляция по и 80 и 76 значит где были наши десантники погибли под луганском непосредственно его начальник генерал муженко но то есть признано что это была операция а то что добробаты были вместе с меня что никто туда самовольно не ходил но сказали что были ошибки штаба а то но они были незначительные основные виновники россияне вместо этого не передавая дело в суд ведется абсолютно уже наглая циничная кампания по которой рассказывается украинскому народу сказки что пошла пошли наши добровольческие батальоны одни там называют фамилию мою называют фамилию там корбана еще несколько человек типа за деньги куда-то то есть абсолютно бездоказательные обвинения которые опровергает даже прокуратура генеральная возглавляет генеральную прокуратуру не семенченко а блок петра порошенко юрия уценка знаете для меня очень важно что это по сути циничная пляска на костях транслируют родственникам погибших наших героев о том что они получается с их точки зрения погибли зазря сначала рассказывали что добробаты давайте вспомним брали иловай за гроши потом туда их никто не посылал потом добровольцы никированы и неадекватны ну и новая порция брехни закончена что иловайск не имел не был стратегически важно ну и продажные негодяи среди журналистов так званых лидеров громадской думки все это дело транслируют то есть они по сути заявляют погибшим родственникам погибших наших героев что они погибли зря хотя на самом деле иловайск это абсолютно была история героизма люди полностью выполнили свой долг действовали по приказу и тогда мы могли бы закончить войну все это было на этой неделе что нам предстоит на неделе следующей на следующей неделе начинается новый политический сезон все будет идти к выборам я считаю что гадать сейчас что думает там порошенко тимошенко чтобы делать путин глупо мы имеем слишком мало информации я больше вы меньше но все но мы не можем претендовать больше чем догадки самое главное мы знаем что существует режим состоящий из нескольких кланов который меняется между собой все эти годы основной целью из которых является разворовывание украины и именно поэтому отсюда бегут и почти там 11 миллионов зарабетчан хотя это богатейшая страна средства массовой информации занимаются зомбированием населения и кланы меняются между собой они могут цапаться между собой но даже когда один выгоняет другой они просто меняют но вспомните янукович пришел после ющенко получил гарантию ющенко никто не трогал а вот когда уже выгоняли януковича ни один из его по сути посипат не был посажен единственного дела ефремова который идет в итоге я думаю закончится ничем хорошим скажем так людей которые ждут этих посадок и мы понимаем что кто бы не пришел если это будет человек системы человек который будет ставить перед собой задачу грабить ничего хорошего не получится поэтому наша задача на осень я имею ввиду наша адекватных людей критически мыслящих людей которые могут отделять зерна правды от плевел которые способны самоорганизации и которые называют себя гражданами именно из граждан с большой буквы создавалось добровольческое движение волонтерское движение эти люди думают не только желудком они думают интересами своих будущих детей своих настоящих детей интересами своей родины это граждане из большой буквы наша задача первое организоваться нам необходимо вот мы создаем рух вызывания сейчас по украине и создаем силы обороны украины для того что такие истории 3 марта когда избили ветеранов на грушевского незаконно абсолютно без всяких последствий больше не повторялись и мы всех тех кто готов с нами рядом становиться готовы там как бы с радостью видеть рядом второе те люди которые входят в другие силы политические общественные и которые действительно ставят целью борьбу за украину нам нужно искать возможность для объединения и самое главное вот эти выборы нам необходимо в любом случае не соединяем то что система заточена на фальсификации на обман найти людей найти человека который будет являться кандидатом а сейчас ведется в общем то еще не все выдвинулись кто хотел ведутся скажем так поиски эти люди должны в случае победы иметь потенцию и возможность очистить нашу власть от олигархов от предателей я даже думаю больше что было бы неплохо если бы прошла эта чистка иллюстрация по имущественному признаку были удалены все элементы враждебные непосредственно украинскому обществу с связанные с российской федерации и прочее и возможно там срок действия этого президента был бы два года было бы хорошо что после чистки мы смогли перезагрузиться но посмотрим ну естественно мы понимаем что будут фальсификации будут попытки насилия разные истории и мы можем воспользоваться примером румынского народа молдавского народа армянского народа и поднять граждан на защиту своих прав и мы должны к этой системе к этому варианту готовиться в любом случае организовываемся в любом случае ищем и подаем друг другу руки налаживаем систему мобилизации населения и их оповещения вне зомбоящика потому что там у нас друзей нету и ждем момента когда мы сможем выйти на наш бой на защиту интересов украины на защиту наших интересов граждан украины это абсолютно законно нормально и небесная сотня погибшие хлопцы хлопцы погибшие на востоке должны быть гарантом что мы не забудем ради всего чего этого начиналось много дерьма вылета на голову людей многие люди забыли чего начиналось все и многие люди уже зневиренные усталые разочарованы так вот стряхнитесь потому что все что у нас есть то что нас отличает от погибших героев и на майдане и на фронте это жизнь мы живы и мы должны победить за себя за них за погибших из-за тех людей для тех детей за тех украинцев которые будут жить после нас встряхнитесь у нас все получится но еще раз поздравляю всех с тем что еще один негодяй отправился на тот свет земля стекловатый я имею ввиду захарченко слава украине рад был всех видеть до связи